Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас, как обычно, обзор энергетиков, постоянная рубрика на канале. И ко мне на обзор попали вот эти два напитка. Одна компания, но разные вкусы. Азверин темный и азверин лайм. Точнее, зеленый, ультразеленый. Ну тут есть сок лайма. Спойлерный вкус, но он изображен сверху, поэтому не читать было невозможно. В нашем магазине, в нашем селе. Они появились буквально недавно, насколько не знаю, но я их увидел вот только вот считанные дни назад. И решили их взять. Ну и вот два вкуса. Сегодня я их опробую и решу для себя, вкусно это или нет. Как было, например, с прошлыми энергосами. Кстати говоря, плейлист есть в подсказочках, вроде здесь. Там обзор на остальные энергетики. Ну а мы начинаем. Первым делом мы подготовим емкости, в которых будем рассматривать цвет. Ну и из них еще и удобнее пить. И предлагаю начать с обычного азверина. Я не буду читать состав, чтобы не спойлерить себе вкус. Вот. Так, внешне уже вижу, что он вроде как желтого цвета. Пахнет неплохо. Напоминает чем-то Tornado Battle. Желтого цвета. Вот так он выглядит. Ну и мне кажется, что здесь цвет довольно-таки очевидный. Поэтому многого ждать не буду. Разве что кислотно-яркого цвета. Так. Зелененький. Что? Ну, я думал, ультразеленый. Это имеется в виду прям как на упаковке. Но... Точнее, на банке. Но здесь какой-то он не такой. Время дегустации. Поднимайте камеру. Итак, вот они два азверинчика. Надеюсь, я не стану как кот Леопольд в одноименном мультике. Поэтому давайте мы с вами опробуем. Первый у нас обычный азверин. Точнее, темный азверин. Я все еще не знаю, оригинал это или нет. Напишите в комментариях, есть ли еще у него вкусы. А если да, то какие. Их мы тоже, возможно, опробуем. Да. Обычный темный азверин. На вкус как... Торнадо батл. То есть со вкусом еловых шишек. Проще говоря, вкус напитка Байкал. Который делается там в черноголовке вот напитки. Если на экране можете видеть бутылочку. А на вкус точно такой же. Меня напоминает вкус. Я не знаю, почему-то мне надо остаться с елкой, шишками и прочим вот этим вот. Такой необычный вкус. Довольно приятный. Это надо было для того, чтобы убрать вкус изо рта. Чтобы опробовать номер два. А зверинчик ультразеленый. Прямо так и написано. Ультразеленый. На деле он, конечно, не ультразеленый. Но, надеюсь, вкус лайма здесь и пахнет. Он как мармелад. На вкус он как мармелад. Лайм, конечно, я так ярко не чувствую. Тут еще есть экстракты. Экстракты. Правильно сказал. Трав и сок лайма. А ну-ка, почитаем составчик. Так, ну слава богу, здесь есть сахар. Это я чувствую. Так, 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 так. Экстракты трав. Розмарина, корица, тимьяна, шалфея и можжевельника. Ни хрена себе. А лаймовый сок тут есть? Где про лайм тут? Что-то. А да, вот концентрированный сок лайма. Да, действительно. Напихали в него кучу разных полезных трав во вредный напиток. Во вредный напиток. Здесь же у нас состав, наверное, как у черноголовского Байкала, за исключением таурина, кофеина и прочего. Ну что тут интересного? Скорее всего и нет. Л-каротин, витамин В. Витаминная смесь. Ну тут, короче, витамины В3, В5, В6, В7. Короче, всё это, конечно, здорово, но на деле, скорее всего, это не так уж и полезно. Но самое главное, вкусы. Итоги по вкусам. Этот мне нравится, так как напитки Байкал я люблю. Торнадо Батл мне тоже зашёл. Поэтому этому я ставлю респект. Этот лайм напоминает только отчасти. В основном это просто мармеладный напиток со вкусом. Я даже не знаю, что это просто мармелад какой, знаете, такой. Очень сладенький. Неприторный. Пить можно. Думаю, тоже поставлю респект. Ну а на этом всё. Такой вышел обзор Энергосов. Обязательно оценивайте этот ролик. Пишите свои комментарии, пробовали ли вы такой. И что вы о нём думаете. И какие ещё вкусы есть, обязательно пишите. Мы их, может быть, даже рассмотрим, когда я их найду и куплю. Всем пока!